Баптистская Церковь Спасения В 21-м псалме мы находим такие слова «Буду возвещать имя Твое братьям моим посреди собрания, восхвалять Тебя, боящийся Господа, восхвалите Его. Аминь». Помолимся. Господи, мы благодарность приносим, честь, поклонение Тебе, единому Богу, Творцу Небес, Творцу Земли и всей Вселенной, нашему Спасителю. Мы поклоняемся в это утро за то, что Ты нас любишь и Твоя любовь неизменная. Господи, мы благодарим Тебя, что в этой любви Ты усмотрел ангца, которого отдал в жертву за наши грехи, за наши преступления. Нас приобрел себе в достоянии. Даруешь нам право называться и быть Твоими детьми. За это слава и благодарность Тебе. Господи, Бог наш, просим Твоего присутствия, Твоего благословения, Твоего руководства этим утренним служением. Благослови нас, Господи, Своим присутствием и наполни наши сердца Твоей благодатью. Научи нас, Господи, восклониться и усмотреть Твою славу, усмотреть Твое величие и Твою заботу о нас, за что надо благодарить и славить Тебя. Просим Тебя, Господи, вдохнови нас силой свыше, оставаться верными Тебе до дня явления, когда Христос явится за нами, чтобы и в вечности Тебя прославить лучшей хвалой. Теперь в этом собрании просим благослови хористов, регента, благослови всех желающих участвовать в этом служении, прославляя имя Твое. Молитвы наши да придут на память перед Тобой, Господи, мы молим это все во имя Иисуса Христа. Еще раз благодарим и славим за вечную неизменную любовь, которую Ты имеешь к нам. Поклоняемся перед Тобой и славим имя Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Поклоняемся перед Тобой и славим имя Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Поклоняемся перед Тобой и славим имя Бога. Поклоняемся перед Тобой и славим имя Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Поклоняемся перед Тобой и славим имя Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Поклоняемся перед Тобой и славим имя Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Поклоняемся перед Тобой и славим имя Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Поклоняемся перед Тобой и славим имя Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Поклоняемся перед Тобой и славим имя Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Поклоняемся перед Тобой и славим имя Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Поклоняемся перед Тобой и славим имя Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Поклоняемся перед Тобой и славим имя Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Посолиме будете поклоняться отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настает время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таковых поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Занимайте места, дорогие. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, мы пришли в молитвенный дом, и для каждого из нас это время особое, время, когда мы общаемся с Господом. Господь положил на сердце каждому из нас сегодня это слово встреча Иисуса Христа с Самарянкой. И я думаю, что многие из нас, читая этот отрывок Писания, вспоминают в памяти своей, что было сказано Самарянкой, что было сказано Иисусом Христом, что говорили другие люди. Друзья мои, давайте подумаем над тем, что здесь написано в слове поклонение. Друзья мои, здесь сказано о трех мыслях, которые хотел бы поделиться с вами. И не знаю, будет ли время, но самая главная мысль, о которой мы остановимся, будет сказано о поклонении Господу. Кому мы поклоняемся? Ответ на вопрос, когда мы приходим в молитвенный дом. Вопрос, который стоит перед каждой душой, который приходит в молитвенный дом. Кому ты поклоняешься, дорогая душа? Объект твой поклонения. Итак, поклонение Господу. Здесь, в этом отрывке Священного Писания, которое мы называем встречей Иисуса Христа с Самарянкой, для каждого из нас, пусть в жизни останется другое понятие, друзья мои. Как я поклоняюсь Господу? Друзья мои, и Иисус Христос, придя на эту землю, самые важные вещи Он открывает простым людям. Это просто удивительно. Когда мы начинаем читать Евангелие от Иоанна, нам необыкновенная встреча, которая подарена Иисуса Христа с Никодимом. Но это не встреча Иисуса Христа с Никодимом, друзья мои. Это рассказ о возрождении. Каким должен быть христианин? Это подобная ей встреча, которую даровал Господь женщине, простой женщине, которая не знала Иисуса Христа. И Господь дарит ей чудную, друзья мои, чудный рассказ для каждого из нас, оставляя их на странице Священного Писания. Что такое поклонение? Как я, как человек, который ищу Господа, как я должен поклоняться Богу? И очень важный вопрос, третий вопрос, это чему необходимо поклоняться? Или кому нужно поклоняться? Где нужно поклоняться, друзья мои? Эти вопросы очень простые, но ясные. И, друзья мои, самое очень простое, но очень, друзья мои, ясное для всех нас. Это одно. Вопрос, который сказал Иисус Христос женщине, вы не знаете, чему вы кланяетесь. Друзья мои, я должен признаться перед вами, что, да, много лет мы ходим за Господом, но вы знаете, вот самые основные понятия, как поклоняться Господу, затертый у нас между строк Священного Писания, и, извините, я сегодня должен признаться перед вами, что мы не знаем, чему мы поклоняемся, друзья мои. Почему я так говорю? Да потому что мы приходим в молитвенный дом, друзья мои. И я ловлю себя на мысли, что мы приходим в молитвенный дом, и мы не оставляем наши житейские дела, друзья мои. В наших мыслях мы несем их с собой в церковь. И если кто-нибудь от нас о чем-то спросит, мы начнем думать, мне нужно переключиться, потому что я думаю о житейской земной жизни, я думаю о том, что у меня дома сделано, я думаю о том, что у меня находится в сердце моем, в моей душе находится беспорядок. И этот вопрос остается затертым для каждого из нас. Дорогие мои братья и сестры, давайте будем ближе исследовать Слово Божие. Для того, чтобы в нашей жизни, друзья мои, не было таких слов, я не знаю, чему я поклоняюсь. Вы знаете, это великая трагедия, что люди не знали, это первое. Люди не знали, чему они поклоняются многие годы. И проблема, которая возникла в Ветхом Завете, друзья мои, женщина, которая приходит к Иисусу Христу, она поднимает очень важный вопрос. Вместе с тем, это переход от старого к новому, то есть от старой эпохи к новому времени и пророчества Христа. О чем разговор? О том, что женщина говорит, что вы иудеи, вы говорите, что должны поклоняться в Израиле, в Иерусалиме. И так Господом было положено. Но с разделением израильского народа было племя, которое жило на севере, и люди для того, чтобы не ходить в Израиль, в Иерусалим, они придумали, что можно поклоняться Господу там, на севере, и это было великое отступление. Но потом это получилось даже место поклонения. Но проблема, друзья мои, остается и сегодня же. Проблема буквы и духа, друзья мои, это не место, место Израиль или Самария, но проблема духа, друзья мои. Где я поклоняюсь? Поклоняюсь ли я в букве закона, так, как говорит закон, либо я поклоняюсь по духу? Как ты, дорогая душа, поклоняешься? Какое твое поклонение? Поклоняешь ли ты так, как поклонялись в Ветхом Завете, что нужно проносить жертвы? В каком состоянии твоя душа? Друзья мои, очень быстро и коротко. Женщина-самарянка, которая пришла на поклонение, она даже не знала, что там она будет поклоняться у колодца. Но посмотрите, Иисус, который начинает разговор, Он предъявляет ей самые простые слова. Она говорит ей, «Женщина, ты не знаешь, чему ты поклоняешься». Друзья мои, невозможно поклоняться Господу, когда мы не знаем, зачем мы приходим в молитвенный дом. Великая трагедия для одной женщины, которая жила в Молдавии и посещала много лет одну церковь, и мне удалось узнать этот пример после ее смерти. Но, друзья мои, это великая трагедия. И то, что я скажу вам, я думаю, может быть, это не ново для вас, но это великая трагедия. Она больше 20 лет посещала церковь, она знала служителей, она знала всех верующих, она знала влиятельных людей, кто занимали какие посты, она знала хор. Друзья мои, после смерти, когда ее отнесли, она пришла во сне к своей сестре, которая осталась на земле, и она сказала, знаешь, почему тот брат, который приходил ко мне, он не настоял, чтобы я покаялась? Ведь меня отнесли туда, куда я не хочу. Почему так случается, друзья мои? Потому что среди нас, друзья мои, есть люди, которые заблудились. Как эта женщина самарянская, она пришла к колодцу, и Иисус говорит ей, и ты не знаешь, чему ты кланяешься. И в жизни твоей беспорядок. И там нет порядка, друзья мои. Может быть, кто-то из нас, приходя в молитвенный дом, мы не имеем порядка в своей душе. Более того, друзья мои, может быть, у кого-то из нас нет порядка в семейной жизни. Почему? Потому что мы не научились поклоняться, или эта душа не научилась поклоняться Господу. Нам, друзья мои, необходимо научиться поклониться Господу Иисусу Христу. Вы посмотрите, это объект поклонения. Вопрос, который отвечает, кому кланяться? Если мы зададим этот вопрос, друзья мои, евангелист Иоанн запечатлел эти простые, но очень знаменитые слова. Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны, как поклоняться, друзья мои? В Духе и Истине спасибо. Два условия, которые необходимы для каждого из нас, друзья мои. Во-первых, друзья, необходимо встретиться с этой истиной. А кто есть истина? Я есть путь истина, и жизнь, говорит Иисус Христос. Для меня, дорогой брат, для меня, дорогая сестра, это условие необходимо. Необходимо встретиться с Иисусом Христом, потому что без встречи с Иисусом Христом не может быть поклонения, друзья мои. Никакого поклонения. И поклонение должно быть в Духе Святом. Дух Святой, который оставлен здесь на земле, как утешитель, Он приносит молитвы воздыхания за каждого из нас. Но самое главное, друзья мои, Дух Святой свидетельствует Духу нашему. Спасибо, друзья мои. Что Он свидетельствует? Что мы – дети Божьи. Два условия для поклонения, друзья мои. В нашей жизни, друзья, может быть, есть переживания, как у этой женщины-самарянки. Может быть, в нашей жизни нет порядка. Может быть, нет духовного порядка. Нет мира, друзья мои. Что нужно сделать? Я думаю, вам необходимо повривинить с поклонением. Вам необходимо прийти к Иисусу Христу, как к этой женщине, и встретиться с Иисусом Христом. Попросить у Него прощения у Иисуса Христа за свои грехи, за то, что может быть сделано неправильно, и получить прощение. Апостол Павел говорит, свергнем запинающий нас грех. Друзья мои, кому-то из нас перед встречей с Иисусом Христом, перед поклонением в Духе и в Истине необходимо примириться с Господом. Вот этот ежедневный грех, вот это ежедневное, друзья мои, если хотите, прегрешение, что приходит в нашу жизнь, оно мешает нам поклониться Господу. А для тех из нас, которые мы готовы встретиться с Иисусом Христом, у кого в мире совесть перед Господом Иисусом Христом, мы пришли на поклонение Господу. Самое главное поклонение, друзья мои, это поклонение не общества, друзья мои, это поклонение Я и Господь. Это та вертикальная линия, друзья мои, которая отличает каждого из нас. Господь Иисус знает каждую душу, которая сидит здесь на скамейке. И Господь не поклоняется так, как поклонялись это в Ветхом Завете, приходило все общество, и они поклонялись Господу. Сказано, что каждый из нас, друзья мои, лично имеет отношение с Господом. Я и Господь Иисус Христос. В каком отношении, друзья мои, наше поклонение Господу? И сегодня, когда мы пришли в молитвенный дом, те, которые готовы встретиться с Иисусом Христом, сейчас у нас с вами будет встреча. Это встреча в молитве, которую скажете я и каждый из нас. Никто не сможет заменить это чудного общения. Давайте же сейчас, которые готовы встретиться с Иисусом Христом, мы встанем и будем молиться. И пусть Господь поможет нам иметь чудную встречу поклонения с Господом Иисусом Христом. Аминь. Душа моя, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Душа моя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok нового члена нашей семьи в Господе. И я хотел напомнить вам, родители, о том, что у вас большая ответственность, чтобы ваш сын отныне и до вечности, сколько Господь продлит вам жизни на этой земле, уложите или используйте все свои знания, всю свою мудрость, все свое влияние для того, чтобы воспитать и вашего сына, и дочь вашу, для того, чтобы они были полноценными, достойными членами этой семьи. Сегодня его представляете вы Господу, представляете церкви, и не просто как вашего младенца, сегодня представляете для нас нового брата о нашей семье в Господе Иисусе Христе. И сегодня пусть этот день будет началом больших благословений и для вашей семьи, и для ваших детей, и для вашего сына. Пусть Бог благословит вас воспитать его сыном Господа нашего Иисуса Христа. Больше скажу, братом Господа нашего Иисуса Христа. Так Господь сказал, кто мне брат, кто мне сестра, исполняющий волю Отца Моего Небесного. Пусть же ваш сын отныне и до вечности будет сыном Господа нашего Иисуса Христа, братом достойной небесной семьи, Божьего благословения и милостей. Помолимся над Эдвардом и попросим Божьего благословения для него, для родителей. Господи, Отче Небесный, слава и благодарность Тебе за этот прекрасный день. То, что, Господи, мы можем в церкви молиться и просить Твое благословение. Господи, благослови. Эдика, благослови, Господи, чтобы Он выросший, отдал Своё сердце Тебе, чтобы Он, Господи, был благословением для людей окружающих и для нас, чтобы Он был радостью для Тебя. Господи, просим, благослови также и нас через Него. Благослови, Господи, чтобы мы имели силы и мудрости. Господи, без Тебя мы этого не можем сделать, чтобы Он пришёл к тебе, чтобы Он знал Тебя. Но с Тобой, Господи, мы это сможем. Поэтому поддержи нас, Господи. Дай нам мудрость и его воспитание. За всё Тебя славим. Благодарим. Аминь. Господи, дорогой слава Тебе, благодаряWow за милость, за любовь Твою, за то, что Господи, оторвал нам этот день. Господи, чтобы мы могли принести нашего сночка на благословение. Благодарю Тебя, сердечно, Господь, за милость Твою, Господи, за любовь Твою, за Иисуса Христа. Благодарю Тебя, что Ты нас спас, оправдал, омыл свою святую кровь. Благодарю Тебя за все, Господи. Я прошу Тебя, помоги, чтобы Эдика воспитали для Тебя, Господи, чтобы он, когда вырос, чтобы отдал свое сердце Тебе. Я прошу Тебя, Господь, благослови наших деточек, Господи, чтобы они были Твоими детьми, чтобы их сердца принадлежали Тебе. Я прошу тебя, Господи, благослови и быть мудрыми, Господи, чтобы, Господи, воспитатель для тебя, прошу тебя, слава тебе за все, отец и отец, аминь. Господь, мой Бог, я благодарю тебя за ту великую привилегию, которую ты даруешь сегодня мне, благословлять маленькую Эдуарда и принимать его, Господи, в нашу большую семью. Я прошу для него всех твоих благословений и милостей. Пусть он возрастет в мужа веры, Господи, пусть он будет достойным братом в этой семье. Прошу также благословений и милостей для родителей. Помоги им, Господи, воспитать своего сына для Царства Небесного. Господи, в Тебе все благословения, в Тебе благодать и милость для каждого из нас и для этого детяти. Благослови ее, Господи, еще раз прошу во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Бог подарил нам чудесную веру. Праведник этой верою жив. Она угошает сомнение стрелы. Она повседневный, надежный наш щит. Богу без веры угодить невозможно. Приходящему нужно поверить в Него. Только тогда воздать Богу возможно, если кто с верою ищет Его. Вера же есть осуществление. Это действие. Это глагол. Вера приводит горы в движение. Божия вера идет напролом. Вера к небу взор поднимает. Откуда помощь идет для нее? Вера притрудностью не унывает. Любви и надежды родная сестра. Вера – единственный путь ко спасению. Через Голгофский подвиг Христа. Через духовное возрождение должна быть незыблемой, словно скала. Вера укажет путь к цараспятию нашего с Ним на Голгофском кресте. Она привела от греха и проклятия вечную славу в Иисусе Христе. Вера – это не просто внушение. Это к Богу большая рука. Может, у Бога брать без сомнения, что Он дает через Иисуса Христа. Вера крылья свои расправляет. С нами в молитве пред Богом парит. Вера хвалой у нас наполняет. Славит Бога и благодарит. Вера – есть двигатель мысли и сердца. И чтобы в ритме с небом шагать, нужно полностью Богу довериться. Себя без остатка Богу отдать. Вера проходит через все испытания. На прочность и ценность горнили огня. Не обойтись на земле без страдания, Чтоб совершенство достигла она. Вера желает, чтоб мы не терялись, Если Бог хочет что-то сказать. Всею душой на Него полагались, Коль долго ответ нам приходится ждать. Вера надежду сопровождает, И, опираясь на якорь Христа, Грозные бури в жизни смиряет. К пристани тихой ведет всех она. У пристани неба, Царство с любовью, Навеки забудем Шум бури и гроз. В великом восторге, Спасенные кровью, И с нами Вечно будет Христос. Аминь. Приветствую вас, братья и сестры. Мир вам. Я из России приехал в гости Краснодарский край, Город Абинск. Приехал в гости к родственникам, Родным, близким. И хотел бы прославить Господа И напомнить одно место Священного Писания, Которое говорит нам о том, Что апостол Павел говорит, Без любви мы никто. Если мы сегодня представляем Какую-то ценность В своем материальном состоянии Или в какой-то мудрости, Но любви не имеем, То мы ничто. И поэтому Псалом о любви, О том, что мы сегодня должны Получить от Господа Крупицу этого счастья, любви, И, соответственно, Проявить ее друг к другу. Пусть Господь благословит. Помоги мне над миром грехов, Подняться без себя не могу, Не могу. Подари мне крупицу небесного счастья, Я ее сберегу, сберегу. Подари мне терпеть, И прощать, и молиться, И любить всей душою, душой. И всегда, сколько жизненный путь Будет виться, Мне идти за тобой, за тобой. Мне идти за тобой, за тобой. Помоги мне склоняться все ниже и ниже, Пред тобой, мой Господь дорогой. А душой ощущай то, что ты ко мне ближе, И зовешь за собой, и зовешь за собой. Помоги мне терпеть, и прощать, и молиться, И любить всей душою, душой. И всегда, сколько жизненный путь Будет виться, Мне идти за тобой, за тобой. Мне идти за тобой, за тобой. Дай мне слышать тебя Среди шума мирского Различать голос твой, голос твой. И всегда на земле, где скорбей очень много, Помнить знать, ты со мной, ты со мной. Помоги мне терпеть, и прощать, и молиться, И любить всей душою, душой. И всегда на земле, сколько путь будет виться, Мне идти за тобой, за тобой. Мне идти за тобой, за тобой. Помоги мне терпеть, и прощать, и молиться, И любить всей душою, душой. И всегда, сколько жизненный путь Будет виться, Мне идти за тобой, за тобой. Мне идти за тобой, за тобой. Слава Богу. Мир вам, дорогие братья и сестры. Слава Господу за эти прекрасные дни, Которыми начался сезон праздников. Американцы так это и называется. Season's greetings. То есть, начинаются праздники праздником благодарения, Продолжаются праздником Рождества, Продолжаются Новые годы, И не знаю, чем заканчивается. Наверное, банкротством каких-то предприятий. Потому что здесь народ настолько счастлив, Когда есть, Чем платить за счастье. Об этом мы немножко и поговорим сегодня. Первый брат говорил о поклонении Внутри, в церкви. Я хочу поговорить о нашем поклонении Вне церкви. Есть хорошее место, которое мы знаем почти наизусть. Возможно, из этого отрывка Все цитируют часто и вспоминают, И себя как-то ассоциируют с этим молодым человеком, Который однажды пришел ко Христу. Но, как всегда бывает, мелочи мы пропускаем. Мы смотрим большим, таким широким взглядом на тему. А вот мелочь какую-то полезную мы иногда пропускаем. Как-то она в контексте у нас умещается. А чтобы ее посмотреть, Увеличительное стекло нам не хватает времени Или, может быть, терпения. Вот сегодня мы это увеличительное стекло возьмем И посмотрим из отрывка Евангелия от Матфея С 19 главы. Всего один стишок посмотрим. Историю саму вы знаете. Нет нужды перечитывать. Очень часто здесь на кафедре читаются большие отрывки из Писания. Это хорошо, это полезно, Но это как-то нас облегчает наше домашнее задание. Дома мы мало читаем. Нам нужно дома больше читать. Сюда же приходите уже, Если назовут место 19 глава Евангелия Матфея, Мы уже должны представить, что же там говорится. Там говорится об одном юноше, Который пришел ко Христу. И вот 23 стих говорит так. Я только выборочно один вопрос этого юноши приведу. Юноша говорит ему, Христу, Чего еще не достает мне? Каждый раз, когда мы подходим ко дню благодарения, Ну, может быть, не к самому дню, Уже к дню после этого, У нас возникает вопрос. И не просто лично у каждого из нас, А в беседе с женой, с мужем. Так, ну давай посмотрим еще раз, Чего нам не хватает? Так, посмотрим вокруг в доме, Вокруг дома. И начинаем пересчитывать На зеленый эквивалент, Что нам еще не хватает? И здесь, в этой стране, Даже термин такой выработался. Как раз он сразу, В пятницу после четверга благодарения, И он называется черной пятницей. Black Friday. Хочу сразу развеять ваши сомнения, Здесь никаких потусторонних темных сил Не задействовано. Это просто-напросто финансовый термин. Как он принят здесь? Очень просто. К концу года ни один бизнес уходит в красное. То есть, когда доходы не намного выше расходов, Или, может быть, даже ниже. Расходы больше, расходы покрывают. И вот этот день, наверное, сыграно на психологии человека. Если человек в четверг благодарен, Ну давай прояви благодарность в пятницу на деле. И вот этот день, он выводит многие бизнесы, Многие магазины, многих дельцов в черное. То есть, в район вне долгов. То есть, когда начинают проявляться доходы. И если вы проследите статистику этой страны за прошедшие годы, Действительно, черная пятница работает. Но вы знаете, именно в эту пятницу Очень часто черным по белому человек начинает говорить, О! Ешь и пей, душа! Тем самым на себя вешая ярлык кого? Писание говорит, безумец. И вот этот ярлык доводит людей до поклонения. Вот этот вопрос, Чего же еще не достает мне? Он заставляет людей поклоняться. Но не Господу. Я почему-то уверен, что здесь, в нашем доме молитвы, Там, у экранов наших компьютеров, Кто нас смотрит онлайн, Таких людей нет. И мы так, как поклоняемся Господу в доме молитвы, Точно так же поклоняемся Господу И вне дома молитвы. Тем не менее, есть небольшое предостережение. Ответ Христа, помните, Он в Евангелии Матфея не указан, Так как Он указан в Евангелии от Луки. 18 глава, 22 стих сказано, И Иисус сказал Ему, Еще одного не достает тебе. Оказывается, на тот вопрос, который мы задаем, Может быть, сейчас, в эти дни, Как раз подошло такое стечение обстоятельств И праздники, Чего мне еще не достает? Христос отвечает, да, да, да. Ты не ошибся. Но не то, что ты думаешь. Может быть, если у тебя есть 35-инчевый экран, То 40-инчевый тебе не нужен. Нет. Даже если он в магазине под названием Таргет стоит 119 долларов 99 центров. Это не то. Не то тебе нужно. Даже если ту вещь, которую ты продашь, Продашь через месяц на гараж сейле, Но сегодня ты за ней стоишь в очереди, Не то тебе нужно. Не то. Этому юноше Христос нашел личный ответ. Он, может быть, не подойдет нам. Никто никого не призывает сейчас прийти домой, Открыть интернет-аукцион И начинать продавать свое имущество. Нам это, может быть, не нужно. У нас достаточно своего имущества Для того, чтобы проживать, Так, как пишет Писание, Имея пропитание и одежду, Будем довольны тем. Этого нам достаточно. Но у Господа для каждого из нас Есть личный ответ. Одного тебе не достает. И вот это одно очень часто нами упускается, Как не так важное, Как может быть, ничего страшного, Еще время есть, я успею это приобрести, Я успею этим заняться. Вот это одно, которого нам не достает, Мы должны определить сегодня. Если можно так сказать, Мы должны определить вчера. То есть, если мы еще не определили, Мы уже опоздали. Потому что Господь дал нам возможность вчера, Позавчера, Может быть, год назад, Определить, чего нам не достает. Но мы, Хорошее такое, Интересное, Я не знаю, откуда не изучало оригинала Слово Procrastinate, Американское. Мы, Ну, как-то упустили Возможность Восполнить вот эту нужду. Мы оттянули ее. Мы Злыхковажили по-украински, Так звучит слово. Но вот сегодня, Давайте мы посмотрим, Чего нам не хватает. У того же Луки, В 22 главе, В 35 стихе, Христос сказал ученикам, Очень интересные слова. Когда я посылал вас без мешка, И без сумы, И без обуви, Имели ли вы в чем недостаток? Даже Иуда, Которому вечно не хватало, Потому что он носил ящик, И, видно, Оттуда себе потягивал, И тот Не смог ничего возразить. Все сказали, Ни в чем. Ни в чем мы не имели недостатка. Действительно, Когда мы в этом мире живем со Христом, Не по словам, А в деле, На деле, Искренне, Истинно живем, Живем с Христом, И Христос является Объектом нашего поклонения, А не наша нужда, То мы, Открыв наше сердце перед Господом, Можем искренне сказать, Господи, Ни в чем у нас нет нужды. Из материального, Из того, Что нас окружает, Мы действительно имеем все. Но вот Господь приводит Несколько вариантов, И один из которых Я хочу сейчас Представить моему и вашему вниманию. И этот вариант был сказан Через того апостола, Который был в числе избранных, Которые были на горе преображения, Которые были в Гефсиманском саду. И вот один из них, Иаков, Говорит так, Если же у кого из вас Не достает Мудрости, Допросит у Бога, Дающего всем просто И без упреков, И дастся ему. Мне интересно, Если бы сегодня Один из магазинов, Колс, Какой еще выше таких Уровней, Ну не знаю, Какой у вас Почитаемый магазин, Предложил, Сегодня идет распродажа Мудрости. Очень дешево. Вообще регулярная цена 999 долларов, 99 центов. А сегодня мы даем За 99 центов Мудрость. Сколько бы человек Выстроилось в очередь. Ну я думаю, Город целый бы точно стал. Потому что каждому Не хватает мудрости. Каждый когда-то Спотыкается в своей жизни По своей глупости. Здесь же предлагается Совершенно free. No charge at all. Бесплатно Господь Предлагает мудрость. Единственное, Что нам нужно, Это определить, У нас ее достаточно Или у нас ее не хватает. Попробуйте такой эксперимент. После собрания, Выйдя из этого дома молитвы, Своих ближайших друзей, Незнакомых не спрашивайте, Ближайших друзей, Спросите, Как ты думаешь, Мне не достает мудрости? Услышав ответ, Сделайте анализ. И я думаю, Что каждый из нас, Домой придя, Станет пред Господом И скажет, Господи, да, У меня хоть чуть-чуть, Хоть на один миллиметр, Но не хватает ее. Дай мне, пожалуйста. И Господь говорит, Дам, Просто, Без упреков. Господь никогда не скажет, О, я тебе говорил, Смотри, Вот, что ты, Что ты делал В ту черную пятницу Два дня назад, Или три дня назад, Где ты был? Чего ты добивался? Как ты ссорился? Где ты там оттаптывал Ноги другим? Он этого не скажет. Это могут сказать Ваши друзья, Близкие. Господь этого не скажет. Господь никогда не скажет, Смотри, Как ты прожил вот этот год? Я тебе говорил в прошлом году, 31 декабря, Как жить? А ты как прожил? Господь этого не скажет. Это скажет наша совесть. И она постоянно нам это говорит. А Бог говорит, Когда ты ко мне придешь За тем, Чего тебе не достает За мудростью, Я тебе ни грамма упрека Не представлю. Я тебе дам просто И дам тебе столько, Сколько тебе этой мудрости нужно. Скажите, Не чудное ли это Благословение Господне? Как часто мы его просто упускаем? Как часто у нас не хватает Помимо мудрости Еще и доверия Богу? Сколько раз мы, Приходя к Господу, Прося у Него чего-то И уходя от алтаря, Говорим, Не знаю, Господь уже год не отвечает На мою молитву, Уже два года, Уже десять лет. Вот я прошу и прошу. Это просто потому, Что у нас нет доверия Ему, Нет веры. Вот еще один недостаток. Если мы спрашиваем сегодня, Чего еще мне не хватает? Господь отвечает. Не хватает тебе мудрости, Не хватает доверия, Не хватает тебе времени В общении с Господом. У нас двадцать четыре часа Распланированы настолько, Что для Господа остается, Может быть, пятнадцать минут, Двадцать минут в день. Все проблемы мы решаем Сами по себе, Мудростью человеческой. А если уже лбом в стенку, Господи, ну дай мне Немножко мудрости, Чтоб я хоть из этого тупика вышел. Неверно. Неверное решение. Мы обязаны полностью Положиться на Господа. Мы обязаны полностью Поклоняться Ему, Как мы слышали от первого брата. Помните этот стих, Который Иисус Христос сказал Самарянке, эти слова? 4.22 Иоанна. Не знаете, Чему кланяетесь? Вообще, я так смотрю, Разговор с Самарянкой И разговор с Никодимом, Совершенные два разговора, Хотя одна только глава Отличает эти два разговора. С Никодимом Христос разговаривал Более как-то, Не знаю, почтенно, что ли. С Самарянкой Господь Разговаривал откровенно, Как своей родственницей, Вы знаете? Ну, представьте себе, Как можно незнакомому человеку Сказать вот так откровенно, Да ты не знаешь, Кому ты кланяешься, Да ты вообще, У тебя нет мужа, да? Но Господь намного глубже Видит сердце, Нежели мы видим Внешние обстоятельства. Вспомните, когда Господь Сказал вот той Несчастной матери, Которая пришла просить За свое дитя, Христос говорит, Нехорошо хлеб взять И бросить псам. То есть, Другими словами, Мы бы сказали, Такая аллегория, Ну, может быть, Подошла до Самому лучшему другу, Который действительно Уже не бросит тебя После таких слов. А это было сказано Пришедшей женщине Совершенно Из-под края земли, Из другой области, Из другого района. Но Господь знал, Что именно такой ответ Ей нужен. Именно таким ответом Она покажет Не только себе, Но всем окружающим Свое глубокое смирение. Да, Господи, Но и псы едят крохи Под столом Господ своих. Чудесные уроки нам. И если Господь сегодня Говорит вам, Не знаете, Чему кланяетесь? Давайте мы сразу проверим. Ну да, Вчера был день, Когда мы чему-то Покланились не тому, Что надо. И мы не знали, Мы считали, Что мы правильно делаем. Но мы В тех обстоятельствах Не поклонились Господу. И не дали Ему честь. И не дали Ему право Действовать в нашей жизни. Не дали Ему простор Для действий. Мы кланялись A, B, C, D. Вы можете перечислить Все, что хотите. Но Господь сегодня призывает нас. Однажды Павел сказал так Откровенно, Церкви, которую он любил, В которой не было Много хорошего, В которой было Очень много недостатков, Даже таких, Которые сегодня Мы приписываем людям Внешним, Не в церкви. Мы даже не хотим, Чтобы этого было в церкви, Что было в церкви в Коринфе. Но апостол Павел, Смотрите, что говорит о них. Первое Коринфянам 1, 4 по 9. Непрестанно благодарю Бога моего за вас Ради благодати Божией, Дарованной вам во Христе Иисусе, Потому что в Нем вы Обогатились всем Всяким словом И всяким познанием, Ибо свидетельство Христова Утвердилось в вас. Так что вы Не имеете недостатка Ни в каком даровании. Почему? У Коринфян была цель, Послушайте, какая. Ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, Который и утвердит вас до конца, Чтобы вам быть Неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Много было проблем в этой церкви. Лично у многих членов были проблемы. Но в общем, Дух церкви был Ожидание явления Господа Иисуса Христа. Скажите, Если мы, Помня, что Господь грядет, Что наше служение может не закончиться, А Он придет, И задаем вопрос, Чего же мне не хватает? Я думаю, что такой вопрос Просто неуместен В свете Прихода Господа. Если нам не хватает мудрости, Что мешает нам прямо сейчас Ее в молитве попросить? Если нам не хватает доверия, Что мешает довериться Господу? Давайте будем помнить, Что приход Господа Исполнится быстрее, Чем мы того ожидаем, И чем мы на Него рассчитываем. Он грядет. Есть разница в слове Придет и грядет. Господь грядет, И шаги Его уже слышны. И уже просто нет времени для вопроса, Чего же мне еще не хватает? Если действительно нам не хватает Духовного качества, Или мы еще не на том уровне, На котором апостол Павел сказал, Что вы уже в нем обогатились всем, Всяким словом и всяким познанием, То время для просьбы Господу Сейчас. Не ожидайте заканчивания собрания, Или может быть выхода Вне, Но вот сейчас. Не обязательно выходить перед кафедру, Склоняться на колени. Сердце ваше должно быть открыто Господу. Слушая слова Господней через проповедников, Вы обращайтесь к Господу в молитву И просите у Него того, Чего вам не достает. Я должен так делать. Каждый из нас должен так делать. Или будет другой вариант. Перед тем, как Те места, которые мы сейчас вспоминали, Была картинка и стих. И он как-то подчеркнул Мысль, которую я хочу сейчас привести. 2 Петра 3, 10 и дальше. «Придет же день Господен, Как тать ночью, И тогда небеса с шумом придут, Стихии же, Разгоревшись, разрушатся, Земля, И все дела на ней Сгорят. Чего же мне еще не достает? Оно все сгорит. Пепла не останется. Если же так все это разрушится, То какими Должно быть В святой жизни И благочестии Вам, Ожидающим И желающим Пришествия Дня Божия? И 14 стих говорит так, Петр. «Итак, возлюбленные, Ожидая Сего, Подщитесь явиться Пред Ним Неоскверненными И непорочными В мире». И тогда Каждому из нас, Каждому из вас Прозвучат слова, Которые, Если были внимательны, Прозвучали В гимне хоровом. Наследуй. Наследуй. Три раза там было сказано. Наследуй Царствие Со мной. Да поможет нам В этом Господь. Аминь. Аминь. Сырка Божия Святая Сырка Божия 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 Расслабляет Христа Ох, Церковь Христа Трудись без прив Семьи Плющим И Христа Возвестит Он скоро Стотриной Градёт, Градёт И Верный Собою Возьмёт Он immensely Стотриной Градёт, Градёт И церковь собою возьмёт. Бог любви и прощеньям Помоги нам сказать Покаянь милосердия Покаянью призвать. Он церковь Христа трудись и спит, Всем мирящим в мире Христа возвести. Он скоро с наградой грядёт, грядёт И верных собою возьмёт. Он скоро с наградой грядёт, грядёт И церковь собою возьмёт. Страх, Господь, и сила воздержания, Он сдержанье дарит исцеление, Лучшая поэзия, молчание, Лучшее молчание, молчание, Лучшая поэзия, молчание, Лучшее молчание, молчание, Лучшее молитва, покаяние, Покаяние тщетно, без прощения, Лучшее пред Богом предстояние, Глубине высокого смирения, Лучшее молчание, Глубине высокого смирения, Розовутся в таинстве молчание, Бред Иисусом чудным умиление, Да очистит слёзы покаяния, Высшую поэзию оленее Очистят слезы покаяния Высшую поэзию оленее Слава Господу! Приветствую вас, братья и сестры. Извините, я по-английски сегодня буду говорить. Thank you for welcoming me to your church. And a lot of the times we sing songs and we don't know where the authors of these songs were inspired to write this song. And today I will sing one song. It's called, I Fix My Eyes on You. And I'm sure the reader was reading from Psalm 27, verses 4 to 5. And it reads this. One thing I have asked of the Lord that I will seek after that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in his temple. For he will hide me in his shelter in the day of trouble. He will conceal me under the cover of his tent. He will lift me high upon a rock. And for those who don't speak English, please translate. I sing praises to your name Oh Lord, praise us to your name Oh Lord, for your name is great And greatly to be praised Oh Lord, for your name is great And greatly to be praised Oh Lord, for your name is great And greatly to be praised Oh Lord, for your name is great And greatly to be praised Fix my eyes on you Author of my faith Casting aside Every sin and every weight Fix my eyes on you Fix my eyes on you Lay my burdens down Letting the cares Of this world now fade away One thing I ask Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Seek You in this holy place One thing I ask One thing I see I may dwell in Your house O Lord my King All the days of my life I want to gaze upon Your beauty And seek You in this holy place All the days of my life I want to gaze upon Your beauty And seek You in this holy place 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 Ибо милосердие Его не истощилось Оно обновляется каждое утро По милости Божьей Божьей глаза мы открылись сегодня И было возможно нам солнце уничтожить сегодня Не мы заслужили, что воздухом дышим сегодня Но все это милость великая, милость Господня О, милость великая нам Ты порой непонятна И разумом нашим Та милость никак не объятна О, дай же Господь утвердиться Все цело в Тебе, в Тебе Чтоб стать победителем в грозной житейской борьбе Без милости Божьей нам нечего думать о завтра Ведь знаем, что ныне живем мы сегодня, не завтра Быть может, сегодня последний наш день, а не завтра И все мы предстанем Пред Богом уже безвозвратно О, милость великая нам Ты порой непонятна И разумом нашим Та милость никак не объятна О, дай же Господь утвердиться Все цело в Тебе, в Тебе Чтоб стать победителем в грозной житейской борьбе От милости Божьей зависит, где будем мы вечно Не приняв той милости, мучиться будем мы вечно А в милости Божьей почившей мы жить будем вечно В обители рая, где счастье уже бесконечно О, милость великая нам Ты порой непонятна И разумом нашим Та милость никак не объятна О, дай же Господь утвердиться Все цело в Тебе, в Тебе Чтоб стать победителем в грозной житейской борьбе Чтоб стать победителем в грозной житейской борьбе Аминь Аминь Мир вам, братья и сестры Я предлагаю вместе стоя выслушать Слово Божие, которое записано в первом послании к Тимофею 6 глава 6 стиха читаем Великое приобретение быть благочестивым и довольным Ибо мы ничего не принесли в мир Явно, что ничего не можем и вынести из него Имея пропитание и одежду, будем довольны тем А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть И во многие безрассудные вредные похоти Которые погружают людей в бедствие и пагубу Ибо корень всех зол есть сребролюбие Которому предавшись некоторые удалились от веры И сами себя подвергли многим скорбям Ты же человек Божий, убегай сего А преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости Спасибо, занимайте свои места Два проповедника, которые говорили передо мной Оставили два вопроса, братья и сестры Первый вопрос Каждому из нас, истинно ли мое поклонение Потому что есть понятие формы поклонения Место поклонения, да, о чем думали иудеи Для них было самое главное, где они поклоняются И правильно ли они поклоняются Но суть саму поклонения они упустили Именно поэтому Христос обращает внимание И говорит этой женщине, что истинных поклонников Бог ищет себе Которые поклоняются Богу в духе и истине Итак, первый вопрос Истинно ли мое поклонение? Принимает ли Бог мое поклонение? Второй вопрос Что еще не достает мне? Оставил второй проповедник после своей проповеди Что еще не достает мне? И я хочу оставить еще один вопрос После своей проповеди Но после того, как мы с вами порассуждаем Сегодня я хотел бы, чтобы наше внимание Было приковано к одному слову Которое прозвучало в 6 стихе 6 главы Очень легко запоминается 1 Тимофею 6.6 Братья и сестры, запомните этот стих Чаще о нем думайте, и оно поможет вам правильно жить И быть довольными Великое приобретение Быть благочестивым и довольным Итак, наше сегодня рассуждение пойдет о слове благочестие Что такое благочестие? Я посмотрел в словарь В словаре написано, что благочестие это истинное богопочитание Благоговейное признание божественной истины И исполнение ее на деле А благочестивый человек это поистине почитающий Бога, богобоязненный, строго соблюдающий законы и заповеди Господни Братья и сестры Здесь идет речь о нашей христианской жизни Вы обращаете на это внимание? Интересно, при исследовании священного писания Вы не найдете никаких стандартов Как правильно жить? Сколько зарабатывать? Сколько нужно одному? Сколько нужно другому? Никакой уравниловки нет Мы жили в том обществе, где когда-то нас хотели всех Ну, чтобы мы все выглядели одинаково И пообещали, сказали, что заберут у одних и раздадут всем Ну, забрать забрали, а раздать не раздали Так, в принципе, получилось в той стране, где мы жили Но когда мы читаем Слово Божие, мы не находим, что это по Слову Господню Нет стандарта Нет такого среднего чего-то Что записано было бы в Слове Господнем Иначе это обязательно приведет к какому-то закончеству Мы начнем сопоставлять, мы начнем завидовать Кто-то начнет гордиться и так дальше Потому что такое сердце человека И поэтому Бог дает совершенно другие понятия Он дает такое понятие, как благочестие В одной христианской книге, я когда-то запомнил Там было предложение запомнить благочестие И автор нарисовал треугольник И в этом треугольнике он подписал три угла Первый угол, это был жажда Бога Второй угол, это был преданность Богу И третий, это любовь к Богу И это он так объяснил, что такое благочестие Итак, жажда Бога, преданность Богу и любовь к Богу Если это все совместить, получается слово благочестие Старое слово, равного которому нет сейчас в современном языке Не найдешь его Это такое глубоко религиозное слово И довольно важное и емкое Братья и сестры, есть много вещей в этом мире, которые покупаются за деньги И брат об этом передо мной говорил Но нет ни одного дня и нет никакого места на земле И нет таких денег, таких средств, за которые можно было бы купить благочестие и довольство Это за деньги не купишь Ни за какие деньги не купишь Это состояние сердца человека Которое дает ему жить радостной, полноценной христианской жизнью Я думаю, что многим из нас Может быть, за исключением детей Но многим из нас, кто уже прожил какую-то часть жизни Приходилось встречаться с людьми вечно недовольными И людьми, которые всем довольны Есть огромная разница, да, братья и сестры? Есть огромная разница, как приятно иметь общение с человеком, который всем доволен Которого все устраивает И часть людей, которые переехали оттуда, там были недовольны Приехали сюда и здесь недовольны И оказывается, ты не можешь избавиться от себя Это не одежда, которую снял и поехал дальше Оказывается, это состояние внутреннего сердца А другой там был доволен, приехал сюда и здесь доволен И благодарит Бога за все, что имеет Я выбрал эту тему в свете у тех всех праздников, о которых говорил со мной А передо мной брат Говорилось о том, что в этот четверг мы с вами имели праздник благодарения По-разному, может быть, его отмечали Но это хороший праздник И хорошо, когда дети Божьи собираются, чтобы поблагодарить Бога Потому что благодарение – это тоже часть поклонения О котором говорил передо мной брат Мы в нашей христианской жизни, здесь так написано, мы только что прочитали Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем мы вынести из него Кто-то сказал, что мы три раза в жизни бываем абсолютно с пустыми руками Первый раз, когда рождаемся Второй раз, когда приходим к Богу за покаянием И нам ничего нет, чтобы мы могли ему принести Третье – это тогда, когда мы умираем Три момента, когда мы ничего в своих руках не имеем Наши руки пустые Братья и сестры Я сидел, слушал внимательно братьев, которые проповедовали И думал о том, что есть у нас определенные искушения Есть искушение во время собрания Есть искушение где-то мысленно находиться далеко за пределами дома молитвы Об этом говорилось сегодня Есть искушение применять это не к себе, а применять это к другому Есть искушение пропускать это все сквозь призму проповедника То есть, ну, мы иногда не слушаем слово Господне Говорим, ну, не этому проповеднику об этом проповедовать То есть, опять-таки, сердце человека остается пустым Он не получает необходимой благодати от Бога Этот список можно перечислить дальше Можно во время собрания просто проспать И такое искушение есть Знаете, с кафедры очень хорошо видно Когда стоишь, что иногда кто-то дремлет во время богослужебного собрания Я понимаю, иногда это состояние, может быть, физической усталости Если кто-то ночь проработал, не спал Но иногда, может быть, человек и выспался Но ему так хорошо спится еще на собрании Он приходит и отдыхает и, как мы говорим, душой и телом Это тоже искушение, которое может прийти во время богослужения Есть еще искушение такое, как техническое искушение Которое сейчас особенно молодежь нашего отвлекает Это селфоны, которые тоже не дают покоя Братья и сестры, давайте мы на время богослужебного собрания Постараемся как-то сконцентрировать свое внимание Сконцентрировать свое внимание на Слове Господнем И чтобы, уйдя отсюда, мы хотя бы сами себе могли честно ответить на эти три вопроса Первый вопрос – истинно ли мое поклонение? Второй вопрос – что мне еще не достает? И третий вопрос – отношусь ли я к людям благочестивым или нет? Знаете, когда читаем мы о благочестии Вообще в Библии не очень много текстов о благочестии Я посчитал всего 32 текста Во всей Библии на такую важную истину всего лишь 32 текста Из них четыре в Ветхом Завете Дважды используют его пророки Сая Один раз пророк Иосия использует И в книге притчи Соломоновых есть тоже один текст Что Бог жилища благочестивых благословляет А Осия говорит, обращаясь к Иуде и обращаясь к Ефрему Это уже было разделенное царство Он обращается к ним и говорит Ваше благочестие, как утренний туман И как роса, скоро исчезающая Братья и сестры, какое наше благочестие? Сегодня, как я уже говорил, будет возможность нам каждому Самому себе ответить Какое мое благочестие? В Слове Господне мы находим также Что касается Нового Завета То благочестие мы находим с вами там 28 текстов Из них несколько раз упоминает, дважды говорит об этом Иаков, Петр и Лука По пять раз вспоминают остальное Апостол Павел Апостол Павел чаще всего употреблял это слово И в его посланиях очень часто встречается это слово Может быть, это даже было влияние на Луку Потому что Лука вместе с ним путешествовал И может быть, поэтому Лука тоже пять раз использовал это слово Благочестие Итак, Слово Господне говорит Великое приобретение быть благочестивым и довольным Выше в контексте написано о том, что некоторые люди Учат и говорят о том, что благочестие может служить даже для прибытка И в сегодняшнем христианстве или в христианском мире, так можно сказать Есть те динаминации, которые учат о том, что чем ближе ты к Богу, тем богаче ты должен быть Мы знаем с вами, это явное заблуждение Говорят, после того, как на Украине бедствие случилось с этими военными действиями То церковь, которая потеряла несколько братьев в Славянске Это была харизматическая церковь Они сказали о том, что мы должны поменять мнение наше о вот этой доктрине О том, что благочестие служит для прибытка Слово Божие говорит, это обман Такого не написано в Слове Господнем Здесь ничего подобного не написано И апостол Павел говорит о другой истине О том, что христианин должен оставаться довольным Братья и сестры, благочестие Когда мы касаемся даже самых святых моментов Иногда самое святое превращается людьми Когда самые святые моменты, когда это касается какого-то призвания И мы находим с вами, что сегодня христианство тоже материализовалось И мы находим с вами очень часто, что многое переводится в деньги Я далек от того, чтобы сегодня кого-то анализировать Потому что это связано с мотивами сердца Но даже такие святые моменты, как продажа дисков Или продажа христианской литературы Или даже еще более глубокое служение сиротам Или инвалидам Или людям, которые находятся в зависимости Часто связано со средствами Я не знаю Оно, естественно, так связано Но я не знаю всегда ли чистые мотивы Это Бог один знает Это только сам человек может проверить свое сердце И то же самое служение В одном случае оно может быть очень чистым и святым И то же самое служение может совершаться с нечистыми мотивами И быть нечистым Или, как здесь написано Некоторые считают или думают, что благочестие служит для прибытка Слово Божие говорит Удаляйся от таковых Но великое приобретение Быть благочестивым и довольным И дальше текст Имея пропитание, одежду Будем довольны тем Что говорит Слово Божие о благочестии Сегодня не имеем мы так много времени Братья и сестры Поэтому я думаю, что может быть мы продолжим Когда-то с вами рассуждения Может быть уже в следующем году Потому что наступают уже у нас праздничные дни Но несколько мыслей Некоторые примеры благочестивых мужей Я хотел бы вместе с вами вспомнить И в Новом Завете пойдет речь о благочестивых людях Мы находим с вами в Еванде от Луки во 2 главе Симеон Муж благочестивый, так Слово Божие говорит Потом мы найдем с вами о благочестивых людях В 10 главе послания То есть Деяния стих апостолов Где речь идет о благочестивом сотнике Корнили 10 глава И что интересно, у этого благочестивого сотника Был благочестивый воин Тоже там в этой же главе об этом идет описание Это люди, которые были благочестивы А еще Слово Божие там же в Деянии стих апостолов Говорит про Ананию Который возложил руки на Савла Который был слеп И он прозрел после этого То Анании тоже написано, что он был благочестивый Слово Божие предупреждает против ложного благочестия И мы находим с вами, Иаков пишет Говорит, человек, который не может обуздывать свой язык У этого человека пустое благочестие Болтливость и благочестие Это два понятия, которые несовместимы Поэтому Слово Божие говорит Кто не обуздывает своего языка У того пустое благочестие Это, как мы говорим, видимость благочестия Мы находим с вами Евангелие от Луки в 20 главе 20 стихом написано, что иудеи хотели наложить руки на Христа Убить его Но не знали, как подобраться к нему И вот они подослали лукавых людей Которые притворились благочестивыми И те, притворившись благочестивыми Подошли к Иисусу Христу и говорят Учитель, мы знаем, что ты правильно учишь Мы знаем, что ты все делаешь правильно Но скажи, позволительно ли нам подать кесарю Или не позволительно? И там написано Христос, зная лукавства, дал им ответ на этот вопрос То есть это люди, которые притворились благочестивыми То есть, оказывается, можно притвориться и выглядеть благочестивым Задавать правильные вопросы Правильно себя вести Правильно выглядеть И как бы на этом поставить точку Но это не есть благочестие Потому что это глубоко внутренний вопрос благочестия Мы уже вспоминали с вами, что благочестие как утренний туман И Слово Божие посланник Тимофею говорит о том, что есть люди, которые имеют вид благочестия Силы же их отрекшиеся Это которые люди просто имеют вид благочестия Братья и сестры, поэтому я говорил о том, что нам нужно будет сегодня Ответить себе на этот вопрос Как обстоит дело с моим благочестием Иаков говорит, что чистое и непорочное благочестие Презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира Это истинное чистое благочестие С одной стороны, добрые дела, святая жизнь, угодная Богу А Петр в послании говорит, покажите вере вашей И вот там дальше он говорит такие слова Благочестие, да, покажите вере вашей благочестие Это первое послание Петра 1, 6 Там мы прочитаем с вами Апостол Павел пишет и говорит о том, что физические упражнения малополезны А благочестие на все полезно Потому что имеет обетование и настоящей жизни, и будущей Оказывается, благочестие не только для вечности нужно Но и для нашей жизни здесь повседневное Оно нам тоже необходимо И поэтому имеет обетование и настоящей жизни, и будущей Посланник Тимофею апостол Павел в 1 послании 4, 4 главе 7 стихом говорит Упражняй себя в благочестии Точно так, как спортсмен упражняет себя в физических каких-то упражнениях, чтобы иметь какую-то форму Слово Божие говорит упражняй себя в благочестии Если ты хочешь быть хорошим христианином, если ты хочешь наследовать жизнь вечную Упражняй себя в благочестии И 1 Тимофею 6, 11 он говорит Преуспевай в благочестии Преуспевай в благочестии Это то, что сегодня Слово Господне говорит к нам в отношении благочестия Одно из моментов, братья и сестры, один из моментов Который имеет прямое отношение к благочестию Это наша благодарность Господу Почему я и говорил о том, что У нас был недавно праздник благодарения И поэтому в благочестивый характер человека должно входить обязательно благодарение Если он доволен, значит он благодарен По-другому быть не может И благодарение Слово Божие говорит Главной причиной, целью благодарения является признание Божьей доброты И вознесение или воздание Ему хвалы И поэтому в Слове Божьем в 49-м псалме написано Кто приносит жертву хвалу, тот чтит меня Кто приносит жертву хвалу, тот чтит меня Мы будем молиться с вами И будем благодарить Бога И хорошо, если сердце наше наполнено словами благодарности Если есть святость жизни Если есть довольство все тем, что мы имеем Вообще, если мы будем говорить с вами о благочестии Оно охватывает всю сферу христианской жизни Это не только материальная часть нашей жизни Это только как бы одна из частей Когда мы говорим с вами просто о материальном Но это далеко не все Есть еще такое понятие, как довольство своим положением В обществе, в котором мы находимся Чаще мы говорим, это наша работа Наше положение в церкви, довольны мы или недовольны Это тоже относится к благочестию Если человек недоволен своим положением Под вопросом его благочестия И последнее, это третья сфера нашей жизни Это та, как мы встречаем трудности и переживания в нашей жизни Это тоже имеет прямое отношение к благочестию Но об этом, может быть, когда-то поговорим в другой раз А сейчас я хотел бы закончить мыслью Чтобы сердца наши были приготовлены к благодарению Кто приносит жертву хвалу, тот чтит меня Помните десять прокаженных? Семнадцатая глава Евангелия от Луки И там тоже был вопрос Христос задал вопрос и спросил Где же девять? Не десять ли очистились? Где же девять? Я иногда думаю, вот так вот заканчивается наше собрание Может быть, у Бога тот же самый вопрос Где же девять? А может быть, не девять, а намного больше Сколько, братья и сестры, мы получили милости от Господа за прошедший год За прошедшую неделю Может быть, даже просто за вчерашний день Нам просто нужно быть внимательными к тому, что Господь делает в нашей жизни Наши уста должны быть наполнены благодарностью Господу Если мы хотим, чтобы наше поклонение Богу действительно состоялось сегодня Наши уста должны быть наполнены хвалой нашему Господу Где же девять? Я прочитал пример Я на этом закончу Я прочитал пример Когда американские астронавты летали на Луну Были большие неполадки И ввиду того, что были большие неполадки Было сомнение, смогут ли они вернуться назад Американское правительство обратилось к народу И опубликовано это было Чтобы все американцы Весь американский народ молился О благополучном возвращении астронавтов на Землю Но когда они вернулись, больше не было официального обращения Чтобы поблагодарить Бога за то, что они благополучно вернулись Они рассказали о том, насколько они далеко пошли в вопросах техники Во сколько они пошли далеко в вопросах науки Но это явно был ответ Божий на молитвы всего народа И поэтому так бы хотелось Чтобы наши сердца были наполнены благодарностью Господу Как я сказал, это неотъемлемая часть Благочестивого характера христианина Чтобы сердце наше было благодарным Всем тем, что мы имеем Чтобы мы благодарили Бога за то, что Он подарил нам спасение Это очень важно Потому что мы все имеем от Него И Он обогатил и благословил нас Всяким благословением Даже в небесах Слово Божие говорит Посланники, вся нам об этом написана Об этом мы скажем Господу в наших коротких молитвах благодарности Аминь Помолимся Боже милосердный, мы благодарим Тебя за то, что Ты благословляешь по местную церковь И мы имеем возможность быть в общении В Твоем присутствии, Тебя прославлять Излагать свои нужды, излагать свои проблемы, переживания перед Тобой И слагая у ног Твоих, Господи, мы имеем неизменное обетование Что Ты слышишь и отвечаешь Поэтому просим, откорректируй наши молитвы и просьбы На предмет соответствия Твоей воли И только то, что в Твоей воле, Господи, пошли исполнения этому Пошли осуществления в нашей жизни Господи, чтобы мы были, научились быть благочестивыми и довольными Получая от Тебя благодать и благополучие Также просим за Лорен, за Марка, чтобы Ты благословил их и страхом Твоим божественным наполнил их сердца Чтобы то слово, которое они дают друг другу, чтобы они могли сохранить до конца своей жизни Оставаясь верными так, как до бракосочетания, так и после Твоему слову оставаться верными Твоим обещаниям, которые они дали Тебе в присутствии церкви Пошли, Господи, все необходимое, чтобы день свадьбы был радостным днем Также народ Твой распусти с Твоим миром и при Твоих благословениях Даруй нам, Господи, готовиться ко славной встрече с Тобою Славу и благодарность Тебе приносим Любящему Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь Будьте благословены Господом Для подробной информации о наших церковных служениях и мероприятиях Посетите нас в сети интернета по адресу www.churchofsalvation.org Да благословит Вас Бог!